Java — это язык очень широкого профиля. Я хочу вам привести несколько примеров того, где используется Java. На Java написаны многие высоконагруженные и высокопроизводительные приложения. Самый наглядный пример — это бэкэнды соцсетей, например, таких как Одноклассники и LinkedIn. Они обслуживают миллионы пользователей и сотни запросов в секунду. На любой российской Java-конференции вы наверняка встретите разработчиков из Одноклассников, которые вам с удовольствием расскажут, как они отжали где-нибудь еще несколько процентов по производительности. Во-вторых, на Java пишут самые разнообразные корпоративные приложения. Например, есть такая австралийская компания Atlassian, которая пишет софт, широко используемый в IT-шных конторах. У них есть продукт Jira — это бактрекер, и Confluence — это Wiki. Вполне возможно, что вы уже с ними сталкивались, а если еще нет, то с высокой вероятностью столкнетесь, потому что они используются действительно широко. Java — это не только серверные приложения, но и обычные настольные. Например, известная игрушка Minecraft написана на Java. А еще так повелось, что на Java очень любят писать среды разработки, причем не только для языка Java, но и для других языков. Вспомним семейство продуктов компании JetBrains, например, IntelliJ IDEA, PyCharm, RubyMine и другие. На Java написано огромное количество приложений и, конечно же, игр для телефонов. Причем я говорю не только о телефонах под управлением Android, но и о более старых моделях, которые поддерживали Java задолго до появления зеленого робота. Java может жить даже в таких ограниченных по ресурсам устройствах, как микроконтроллеры и смарт-карты. А еще на Java написан весь интерактивный контент Blu-ray дисков, начиная с менюшек и заканчивая мини-играми, а также всем тем, на что хватит фантазии у разработчиков. Все это один и тот же язык. Конечно, при разработке под конкретную платформу, например, под смарт-карту или Blu-ray, вам будут доступны специфические возможности и соответствующие библиотеки, которых нет на других платформах. Однако остальной код вы можете свободно перенести на другую платформу, и он будет работать точно так же. Причем я говорю о уже скомпилированном коде. Этот принцип, эта идея, выражена официальным слоганом Write once, run anywhere. То есть написано однажды, работает везде. О том, каким образом это достигается, мы с вами поговорим позже. В рамках данного курса мы будем изучать ядро языка, то есть тот базовый набор возможностей, который одинаков на всех платформах. Ну а дальше вы при желании сможете изучить немного специфики и погрузиться в ту или иную область. Продолжение следует...